ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 И даже концлагерей, когда... Из подчинения НКВД в подчинение Минюста. Собственно, все. Больше реформ не было. Знают ли на Западе о том, что в тюрьме убивают Алексея Горинова, о тяжелом состоянии онкобольного Игоря Барышникова или матери чеченских активистов Юнгулбаевых Зарем Мусаева? Говорят ли западные дипломаты об этом с Лавровым? Вы знаете, я вчера часа полтора разговаривала с Нью-Йорк Таймс. И мы разговаривали о смерти Павла Кушниров в Биробиджане. И я это давно уже знаю, что очень трудно западному человеку понять. Это западный журналист, который хорошо знает Россию. Люди, которые не изучали специально Россию, не знают Россию, они не в состоянии вместить в голову, что это происходит не случайно. Все эти вещи происходят не случайно. Что зачем-то людей прессуют, мучают и убивают в тюрьмах. Ну как же так? Есть же закон. Ну и это не 16-й и 15-й век, это 21-й век. Очень трудно это объяснить, что действительно происходит. И происходит не в единичных случаях, а происходит как система. Действительно, на Западе это очень трудно понять. Действительно, я разговариваю, когда я разговариваю с западными тюремщиками, ну с тюремщиками, которые видят, что я говорю на одном с ним языке, что я хорошо знаю пенитациарные там и науки, и практики. Все равно, как только дело доходит до системы российских тюрем, они начинают пугаться, что временно сошла с ума. Они не верят в это, понимаете? Было бы гораздо больше толку, если бы они разговаривали с Лавровым, но я вас уверяю, к сожалению, они на рассказы правозащитников, журналистов, других политзаключенных реагируют, как на временное поменительное рассудка. И на самом деле этого не может быть. А если есть, то с этим борются, в общем, не может быть. То есть, получается, опять-таки, как в этом старом анекдоте, человек, который сбежал из ГУЛАГа и рассказывал о том, как его мучили, и на Западе ему задают вопрос, а почему же вы не позвали полицию? Да. Это не анекдот, к сожалению. Продолжение следует...